Субтитры сделал DimaTorzok Долгое время не удавалось нам взломать эту оборону, но в концовке все-таки мы сумели взломать. Я выпустил артака, и Гевриан владеет ударом хорошим, а я так чувствую, что все равно какой-то подход будет. И он как раз хороший подход сделал и забил гол. И потом как бы инициатива у нас была, мы и контролировали мяч хорошо, и преимущество у нас большое было. Дениса, да, в первом тайме мы поначалу пропустили несколько контратак опасных, но в концовке ликвидировали все-таки. А так, премищество было у нас, мы все время пытались взломать насыщенную оборону. В итоге в концовке нам удалось это сделать. В этом случае мы не будем с этим, но мы все время, что мы решили, что мы решили, что мы решили? это победа может более мотивировать команду считаю что у нас предстоит матч не на все себя каждая победа она дополняет еще в психологическом плане уверенность вот мы из хорошо играли принципе владели да а конечно их игроками конечно сложно играть мы допустили просто грубо ошибки нас есть в этом плане еще пока минус не сегодня тоже были ошибки которые дали сопернику контр-атаки вот мы как бы боремся с этим пока не все получается вот поэтому естественно наверно вот они сегодня 0-0 сыграли с ластером поэтому будем зараться достойно сыграть с ними у меня еще что с ней не понравилось я в принципе мы два на третий играли и такой сложный матч был с ангеллийской командой и где много сил тоже затратили но сегодня 90 минут двигались без проблем это психология тоже что в обычном среднем 0-2 на 3 тяжело играть ничего страшного нет вчера ноги болели и размяли хорошо это сегодня вышли 90 минут на 3 месяц мы не делали это время как вы не может проверить этот опыт в круге это время как он очень-то не может делать это время и на 3 раз это время как у нас есть пример припажут мы 88 года через вышета и в ветеранах в сборной ездили в сирии на И мы раз Украина и Молдавия проехали за 18 дней, 17 игр сыграли. А мы молодые еще были, там Газаев, я, там Ловчев, Онищенко, там Минаев, такие еще молодые были, там Стрельцов, там Шестернев, там все ветераны были. И мы все игры, нам надо было. И утром еле вставали, ноги болели. А потом на игру выйдешь 10 минут и 90 минут носишься. В этом игру, мы 17 игр сыграли, нечего нормального. МАРТИН, что не было, 30 лет, он был очень много лет. И утром 30 лет в футболе есть очень много графики, что на 18-летнем, 17 игр играли, и он сказал, что он не был, что он не был, но он не был, он не был, но он не был. Поэтому все во всем мире бегают, играют и 2 на 3, играют, через день играют, Ламио, под Новый год, через день играют и нечего двигаются. Поэтому это психологи, как в голову, я говорю, в голову уберете, все нормально, что выйдете, разогниваетесь хорошо, борьбу там, побежали, все, 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 второй деканец. Правильно? Это очень много. МАРТИН, что в голове и нечего, он нечего. Много брака было именно перед шафной, стремились сыграть стенку, или это что-то еще КП-10, который связан с потерей мяча, поэтому здесь есть контратаки были. Мы в перерыве навели порядок, замены сделали, поэтому два опора стали играть, чтобы не было контратака, поэтому, в принципе, контратак в другом даме не было. Игровой практики у Сиропа, который еще не было игровой практики, он немножко так разтерялся, поэтому много ошибок с его стороны было, но это связано с именно нашим игровой практикой, довольно не играл. Я хотел Армена, Манучеряна, вместе с Станком в втором тайме запустили, но как бы что-то было, каким-то футболистом пришлось менять. Маличья, я не знаю, там у меня, но не знаю, эти вот утраты. Мы не знаем, что такое... Маличья, я не знаю, что такое... В первом тайме, я скажу, он играл неплохо, но старался, но не было качества. В втором тайме я ему сказал, что ты помимо паса, должен еще обыгрывать. Шерик чем хорош у нас, он включается в глаза, там выигрывает и, естественно, находит момент для завершения. Во втором тайме он стал это делать. Он еще, может быть, и новый новичок в команде, поэтому еще немножко может боиться на себя брать. Я ему говорю, никто не бойся, помимо паса должен индивидуально обыгрывать, бить по воротам. Он не может быть, чтобы играть в последний момент. Конечно, как фланг, он должен быть играть туда, обыгрывать. Даже Галимов вышел, обыграл, пошел, и трех. И он вышел, а потом. В целом, в любом случае нужно обыгрывать, помимо паса футбол есть и дриблинг. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Я знаю. Я знаю. Я знаю. Я знаю. Так же, кажется, Арнольев, Марши, Артанян, Вартанян, Симонян, Кагават Эйлин. Я, кстати говоря, он же, чем то я говорю, то этот партус вам не должен быть. Так что был как empty. Как Вы считаете, Эрика, Вартанян и Симонян не будут мешать друг другу в поле? Нет, они же играли, нечего. Наоборот, если два хорошо индивидуально сильных футболиста, то я только мечтаю об этом. Даже не два, а чтобы фланги тоже умели обыгрывать. Поэтому вестись, когда индивидуально сочетанием, как англичане приехали, не все индивидуально сильные футболисты. Поэтому они обыгрывают и спокойно. Что это? Все, это да. Ноги вопрос. Вопрос. Вопрос про Эрика. Ходят слухи, что в нём интересуются другие команды. Нет, он уже с ребят талантливым, может быть, все интересуются. Но время настало, чтобы он уехал или ещё? Ну, посмотрим, как бы. Здесь зависит от какой команды, здесь тоже ему и характер немножко непростой такой, и дальность сильной предболезти, и нужна команда, которая именно бы он себя проявит. Любую команду, куда ты сунешь, где другой футбол, и он может не раскрыться. Ему нужна команда, где он сможет себя и к тренеру, который поймёт его. У меня первый такой был Радимов Влад, по характеру. Я ему свободу действий давал, так же, как и Эрик, я на пользу даю свободу действий. Вот, и Радимов тоже был. Потом он попал в Сарабосу. Вначале он играл, хороший тренер был, его правильно смотрел. А потом пришел другой, и все равно не заиграл там. Время седел. Он пришлось, что сего выстанавливать, не. Время седел. Время седел. Время седел. И это было. Время седел. Время седел. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok